Привет! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. В этом чудесном месте пару слов о бессоннице, о том, как ей противостоять. Мы не будем обсуждать сейчас физиологический момент о том, что нужен режим, о том, что перед сном не нужны напитки и еда, которая возбуждает, о том, что не стоит смотреть телевизор, сидеть в телефоне за сколько-то часов до сна. Нет. Сегодня только психологические моменты. Их два. Начнем с первого, с тревоги. Часто бывает так, что человек за день собирает тревогу, и когда ложится спать, он начинает крутить, 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 все эти тревожные мысли, погружаться в эти ужасные ситуации. И это то, что мешает спать. Так вот, самый простой выход здесь. Вместо того, чтобы держать это в голове или здесь, в теле, выпишите все на бумагу. Возьмите, дайте себе полчаса, минут сорок, садитесь и перед сном, если действительно это тревога, вы выписываете все, что вас беспокоит, все, о чем вы думали, все, что себе представляли, эмоции, которые у вас возникают в ответ на ваши мысли, телесные ощущения. Вот до тех пор, пока это не закончится. То есть вы переносите изнутри наружу. И второй момент. Это уже для более тяжелых случаев. Если, допустим, вам уже ничего не помогает, то логика такая. Вы все равно не спите. И, допустим, вы даете себе контрольный срок. 15 минут. Если вы за 15 минут не засыпаете, тогда вы встаете в течение часа, что-нибудь делаете. Во-первых, желательно, чтобы это было что-то полезное. Во-вторых, физическое. И, в-третьих, не особенно приятное. Скажем, вы не очень любите гладить постельное белье. Вот вы берете в течение часа, просто его гладите, гладите, переглаживаете. Два раза, три раза, пять раз. Час прошел, вот этой физической нагрузки, и вы ложитесь спать. И опять, 15 минут не уснули. Окей, встаете и продолжаете это делать. Несколько раз, может быть, несколько ночей, и бессонница отступает. Вот так. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok